Я вам расскажу о двух кейсах, которые я проводила в Северной Дакоте. Это были племя Лакота-Дакота, которые выступали против строительства трубопрохода под рекой Миссури. А второй кейс в Коме, где Комитет спасения Печоры вместе с Коми-Ижинцами ведет практически постоянную борьбу за обновление трубопроводов компании «Лукойл» и за то, чтобы новая инфраструкция строилась не вблизи деревень и не вблизи реки Печоры. То есть практически оба эти движения – это движения защитников воды. В своем исследовании я рассматривала, насколько разные транснациональные общественные движения могут повлиять вообще на управление нефтескортовками на разных уровнях. То есть на глобальном, федеральном, региональном уровне. То есть меня интересовало в основном, как такое низовое движение, которое обращается к глобальному, влияет на управление природными ресурсами в других местах. Ну и, конечно же, меня интересовали сходства и различия в движениях против трубопроводов в Штатах и в России. Ну вот, чтобы легче было определить, где это все располагается. Вот это вот территория Северная Дакота, вот она. Вот это вот территория резервации. А трубопровод строили в полутора километрах от резервации под рекой Масури. В Коми я проводила исследования в двух районах, в Кинском и Выжимском. И посетила вот все эти деревни, которые обозначены вдоль реки Печора, это все те деревни, которые я посещала. Ну, работала качественными методами. Конечно же, в основном это были все интервью и анализ документов. Но вот в Северной Дакоте, кроме того, мы использовали свидетельства пострадавших при жестоком разгоне лагеря протестантов. И это, в общем-то, практически пять часов свидетельств, которые открыты ООН для всех, для всеобщего прочтения, для всего мира, которыми можно было пользоваться официально. Ну, я бы сказала, что этический кодекс в США, в общем-то, ну, более строгий, чем в России. Поэтому, например, ну, те нюансы, которые случились внутри протестантов, считается неэтически описывать в научной работе. То есть мы это как бы опускаем. Вот именно конфликты между коренными народами и теми, кто был в лагерь, и вот то, что там проходило на месте. Ну, поэтому в основном я и старалась рассматривать резонирование этих движений на разных других уровнях управления. То есть в анализе я использовала сети, генерирующие управление, governance generating networks. То есть это моя социологическая теория, которую я развиваю, ну, более 15 лет. Ну, и где-то с 2011 года я начала ее адаптировать к нефтяной отрасли. А первоначально она была развита для лесной отрасли. И в основном использована разными аспирантами и в разных научных работах для анализа различных сертификационных систем. Ну, то есть в этой теории я различаю транснациональное пространство и пространство-место. Транснациональное пространство – это практически наполнено ядрами глобального дизайна, то есть какими-либо центрами, которые разрабатывают глобальные стандарты для всего мира и, ну, не в целях какого-то одного региона или одного места, но для всего мира. Ну, ООН как раз и является одним из центров глобального дизайна. А банки, которые инвестируют в нефтяную отрасль, являются другим как бы ядром глобального дизайна. Ну, а места применения в локальности – это именно то, где происходит добыча нефти, где происходит ее транспорт, где оказывается воздействие на коренные народы и местные сообщества. Ну, и практически транснациональные пространства связаны с локальными пространствами, разными сетями. Вот, то есть это могут быть разные государственные соглашения, это могут быть сети компаний, то есть банки-инвесторы, дальше различные подразделения компаний, и, наконец, те, кто действительно добывают нефть на месте. Ну, и гражданское общество, конечно, широкая категория. Тут есть и коренные народы, и экологические НПО, и самые разные акторы. Ну, в этой общей схеме я их определила, ну, так вот, как в единую стрелочку. Очень многие исследователи сейчас обращаются к вот этой политике разных уровней и шкал. Но, как бы, я рассматриваю их через сети и потоки, ну, а есть просто различные исследования, которые рассматривают, как бы, скачки через уровни, скажем, локальное сразу на глобальное или наоборот. Ну, и все практически эти теории очень хорошо вписываются в мою собственную, поэтому, как бы, в нашей соавторской статье, которую мы написали вместе с Лией Хоровиц из Университета Висконсина Мэдисона и с Андреем Петровым и Варварой Коркиной из Университета Северной Айовы, мы, как бы, включаем вот эти другие теоретические находки в нашу теорию сетей генерирующих управления. Ну, вот это вот более операционализированная схема того же самого, ну, той же сети, генерирующей управления. И, то есть, вот я рассматривала движение от локальности к глобальным ядрам, а именно к ООН и к банкам-инвесторам, и смотрела, как вот это вот низовое движение влияет на динамику взаимоотношений на разных других уровнях, на самом глобальном уровне, на национальном и на региональном. Ну, и забегая вперёк, через поле, фактически через наше исследование, ну, мы пришли к тому, что происходят резонансы, диссонансы и расширение репертуара коллективных действий. Ну, я расскажу об этом через поле, то есть от поля к теории. Ну, сначала немножко об общественном движении в Северной Дакоте. То есть само племя принято на федеральном уровне, то есть по Конституции США и по федеральному закону об индейцах как суверенны, ну, как суверенитет племени. То есть взаимоотношения между государством Соединённых Штатов разных уровней и племенем должно быть как от государства к государству. То есть это практически признанный суверенитет. Ну, это в теории, конечно. На самом деле, да, консультация называется от государства к государству, но, естественно, если рассматривать взаимоотношения власти, то не всегда так происходит, чтобы... То есть это государство перед государством, но не на равных. Вот и трубопровод в полумиле от резервации был запланирован. Кроме того, имеется такое вот соглашение Форт Лоррейн, которое говорит о том, что даже если вот индустриальная активность осуществляется не на резервации, а на землях, которые традиционно были заняты коренными народами, то это должно быть принято во внимание. Но, в общем-то, штаты, такие же, такие как Северная Дакота и другие, практически не принимают во внимание этот закон. То есть его как бы не признают. Ну, он действительно очень старый закон, но, тем не менее, его никто не отменял. В 2014 году уже Совет Племени высказался против строительства трубопровода вблизи резервации. И начался в апреле 2016 году, начался протест защитников воды. Ну, и вскоре образовался очень большой лагерь, в который пришли практически самые разные активисты. То есть активисты в основном абсолютно разного профиля. В основном другие племена пришли на помощь. Плюс те, кто боролся против нефтеразработок в целом, те, кто боролся против неолиберальной экономики. То есть борьба против неолиберальной экономики началась еще в Сьетле декаду назад. Но активисты продолжают сейчас бороться против игнорирования изменения климата, против любых практически деструктивных экономических действий. Вот все они пришли на помощь племени Лакота-Дакота. Далее, в октябре-ноябре были кровавые столкновения с полицией графства и полицией штата, которую позвали на помощь полиции графства. Причем это были гораздо более кровавые события, чем… Ну, это можно сравнить с Болотной, но, конечно же, намного более жесткий разгон осуществлялся по сравнению с тем, какие мы наблюдаем в России. Вот. И в феврале 2017 года лагерь закрыли, ну, по просьбе самого племени. Причем там скопились горы мусора, там, значит, были совершенно разные люди. Очень часто в лагерь приходили просто безработные, которым просто нравилось там жить, ну, питаться, ну, поскольку там централизованно раздавалась пища, быть рядом с активистами. И в июне все-таки потекла нефть под трубопроводом. Но племя оспаривало это в суде, и вот не так уж давно, в июле, все-таки решили переоценить влияние, сделать новую оценку влияния трубопровода и рисков, связанных с ним, и протекание нефти было приостановлено. Если мы посмотрим на КОМИ, то Комитет спасения Печоры образовался очень давно, еще в пересрочные годы. В основном это были активные люди на волне перестройки, организовавшие вот эту вот негосударственную организацию. Она занималась разными проблемами охраны окружающей среды, но после того, как был крупнейший разлив нефти в 1994 году, то борьба против компании «Лукойл» и нефтяной отрасли, которая загрязняет реку, стала основной деятельностью Комитета спасения Печоры. Кроме того, в общественном движении КОМИ принимало участие движение «Изватас». Это движение КОМИ-Ижинцев. Причем это такая ассоциация КОМИ-Ижинцев, которые, в общем-то, действуют в Ненецком округе и в других местах. Но именно в КОМИ они совместно с Комитетом спасения Печоры боролись против разливов нефти и нефтяной инфраструктуры. Если поговорить немножко о КОМИ-Ижинцах, то, в общем-то, они не признаны официально коренными малочисленными народами Российской Федерации, но они признаны коренными народами в Райпоне, в основной ассоциации коренных народов, и в ООН. Традиционно, в общем-то, в республике КОМИ идет такое вот сотрудничество именно в тех регионах с Гринписом, поскольку активист этого движения сам из КОМИ и сам из этого региона, поэтому практически все проблемы, которые он наблюдал в КОМИ, были привнесены в Гринпис, и Гринпис поддержал борьбу против разливов нефти. И Гринпис организовывал школы в КОМИ, и волонтеры искали нефтеразливы, которые потом вносили в базу данных при Министерстве природных ресурсов на республике КОМИ. Протесты шли практически во всех деревнях. Протестанты научились срывать общественные слушания, то есть общественные слушания проходили, но потом, под конец, они объявляли о том, что они недействительные, они не согласны. И как бы это вводило в такую фрустрацию Лукойл, хотя нет такого законодательства, что общественные слушания, если участники голосуют о том, что они недействительные, будут недействительными. Ну и кроме того, конечно же, шло лоббирование законодательства и суды. Организация, международная организация ИВГИ помогала КОМИ-Иженцам в их апелляциях глобальному уровню. То есть исследователи, антропологи и активисты ИГВИ приезжали в КОМИ, там работали с местными жителями, собирали все жалобы, собирали все свидетельства и дальше писали отчеты, на которые передавали в ООН. Это удавалось, потому что, ну как бы, несмотря на общую ситуацию в стране, то вот Комитет спасения Печоры и организации ЗВАТАС умудрились избегать инагентства. То есть практически Комитет спасения Печоры действует без какого-либо финансирования, потому что это сеть просто активистов, которые располагаются в разных деревнях, связанная по интернету. И плюс самый главный активист находился в Серебряной тайге, организация, которая признана иностранным агентом, ну и официально она не имеет ничего общего с Комитетом спасения Печоры, но просто возможно было пользоваться инфраструктурой ее, то есть ну посещение, активисты могли посещать своего лидера, оттуда можно было обновлять сайт и поскольку ну инфраструктурная поддержка была тоже очень большой. Изватас при этом просто не брал никаких финансов, кроме ну оплаты действительно каких-либо мероприятий. И одного из активистов Изватас Гринпис при поддержке Гринпис удалось даже свести в Экалуид в Канаде и он делился с канадскими коренными народами о том, к чему приводят нефть в регионе и отговаривал их соглашаться на нефтеразработки в Экалуиде. Ну немножко побольше расскажу о обращении движения к ядрам глобального дизайна, то есть на глобальный уровень и о том, к чему вот это все приводило. Ну племя Лакота-Дакота действовало вместе с Советом Международным Советом Племен и в Центре Ресурсной Поддержки Индейцев. То есть обращения были в те же самые комитеты практически, которые и в Республике Коми и кроме того специальная репортеры, вот их тут много, разные, я не буду их всех называть, они как бы посещали племя и собирали информацию, передавали ее в ООН. Плюс была кампания против банков инвесторов и при этом удалось ну как бы потерять где-то около 750 миллионов инвестиций в трубопроводы, поскольку это было признано ну как бы нелегитимным финансированием в международных кругах. То есть здесь на глобальном уровне практически очень как бы на уровне ООН чувствительно были восприняты вот эти обращения. И банки, например, переделали принципы инвестирования. То есть практически все большие банки инвесторов входят в такую ассоциацию, которая называется принципы экватора. Так вот они просто сделали гораздо более жесткие рекомендации о том, какие проекты ответственный инвестор может финансировать и какие нет. Плюс значит на международном уровне всегда был очень важен свободное предварительное осознанное согласие при работе с коренными народами. То есть способ free and informed consent. Но в Америке как-то всегда игнорировался. Даже в моих других исследованиях на Аляске было показано, что представители компаний на местном уровне даже не слышали о таком. Но в России практически все слышали. Но признание способ в Америке как раз от глобального уровня прошло было связано с артикуляцией вот этих протестов племени Лакота Дакота. Если мы посмотрим на то, что у нас с коми-иженцами. Ну, практически ИГВИА посылала вот эти отчеты в Комитет по расовой дискриминации и в Комитет экономического и социального и культурных прав. Ну, и в некоторые другие. Ну, то есть практически это жалоба на российское государство. И тоже практически были вот эти жалобы резонировали на форумы, которые проводила неоднократно ситуация с коми-иженцами звучала на разных уровнях. Но в основном, конечно, вот эти жалобы были о том не столько о нефти, сколько о том, что коми-идженцы подвергаются дискриминации и они не признаны как коренные народы. Ну, и Россия, в общем-то, отвечала на это традиционно, что дискриминации нет и что у нас только коренные по российскому законодательству только коренные и малочисленные народы могут быть в списке. Ну, хотя коми-иженцы по количеству как раз меньше 50 тысяч, они могли бы быть, но для этого нужно согласие практически всех регионов, в которых они проживают. Вот коми дал такое согласие, а другие регионы, как Ханты-Мансийский, не дал, поскольку тогда, соответственно, гораздо больше субсидий и больше предъявляется требованием к компаниям в плане компенсации. Вот, то есть организация Bankwatch артикулировала ситуацию с компанией Лукоил в банке реконструкции и развития, но банк реконструкции и развития опять же признал Лукоин Ханты-Мансийским, и хотя Лукоил получал суды в коме, но не на работу с коренными народами на разные экологические вещи, то, несмотря на обращение Bankwatch, Европейский Банк экономики и развития каких-то действий против компании Лукоил в коме не производил. Ну и, в общем-то, нету прямой такой вот зависимости, почему активисту ИГВИ лишили визы в Россию, но, может быть, по многим факторам, но один из них вполне мог быть тот, связанный с этими многочисленными жалобами и помощи коми-иженцам в составлении вот этих документов в комитеты ООН. Ну вот, разные реакции происходили на вот это движение на региональном, национальном и местных уровнях. Вот как же реагировали в США в Северной Дакоте? Ну вот, тогда, когда шли против, Памы как раз предлагал переместить трубопровод или сделать переоценку его влияния. Но тогда выбрали Трампа, который предложил начать строительство. Ну вот, как я уже говорила, в графстве и помощью полиции были очень жестокие разгоны лагеря и массовые протесты. То есть, очень грубая такая вот была реакция со стороны штата, в котором происходили протесты. При этом, ну вот, как я уже говорила, что с глобального уровня пришло усиление консультаций с племенами по инфраструктурным проектам. То есть, была признана необходимость каких-то других методов взаимодействия и избегания таких крупных конфликтов, как произошел в Северной Дакоте. При этом, на уровне штата было принято антипрокессное законодательство, которое потом перешло в другие соседние штаты, располагающиеся вдоль этого нефтепровода. То есть, в США запретили протестное движение против инфраструктурных проектов, что, в принципе, для США не характерно. Обычно протестные движения все же не запрещают так уж открыто через законодательство. Ну, и в целом, конечно, вот этот инцидент вызвал очень сильную солидарность племен, и вот в лагере происходил такой вот обмен как бы знаниями и обмен, культурный обмен между теми, кто пришли в лагерь и племенем, и племя занялось возобновляемой энергетикой, хотя раньше такого не планировало. Если мы посмотрим на республику Коми, ну, то есть нет здесь, конечно, прямой связи вот моего кейса с тем, что происходит на федеральном уровне. Но все мы знаем, что на федеральном уровне НГО инагенты, вот серебряная тайга стала инагентом не из-за этого протеста, но просто потому, что получала финансирование от Монди Бизнес Пейпа с Иктывкарского ЛПК, но оно шло из Вены. Отказ ВИЗ, в ВИЗе представителю ИГВИЯ тоже нельзя вот прямо напрямую связать с протестом, но практически отказ помощи ИГВИЯ прекратил вот эту помощь на международных организациях КОМИ и ЖИМЦАМ. По-прежнему сохраняются хорошие отношения между Министерством природных ресурсов и окружающей среды КОМИ, поскольку они признают, что 97% трубопроводов нужно менять. И они продолжают базу данных по разливам и принимают внимание помощь активистов, которые сообщают о этих разливах. И после проверки информация о разливах вносится в эту базу данных. продолжается сотрудничество с Гринпис и мониторинг разливов Комитета спасения Печоры. А вот в Изватас после смерти их лидера произошла некоторая кооптация, то есть лидером новым поставили госслужащую и практически Изватас сейчас не участвует в движении Комитета спасения Печоры. Но некоторые люди, которые были в Изватасе и есть в Изватасе, но остались в борьбе с Комитетом спасения Печоры. Тоже прошло вот такое расширение деятельности активистов. Вот тогда, когда был проект постройки шасса полигона отходов, то активисты Комитета спасения Печоры очень активно поддерживали движение против полигона с отходами и кроме того они тоже принимали движение в неделе климатических протестов. То есть в обоих случаях практически параллельно произошли вот эти расширения репертуара коллективных действий. Ну вот возвращаюсь к теории. Что же удалось показать и как усилить мою теоретическую концепцию? вот практически вот здесь художественно показаны оба протеста. Вот с этой стороны протест в Северной Дакоте, а вот здесь протест в Республике Коми. То есть и там, и там было обращение в структуру ООН, и там, и там было обращение к банкам-инвесторам. И там, и там на местном уровне не удалось сделать значительных изменений. То есть фактически то, что хотели общественные движения, не свершилось. То есть в Коми Лукоил продолжает медленно-медленно менять старые трубопроводы, продолжает строительство. В Северной Дакоте, да, сейчас приостановили на некоторое время, но, в общем-то, неизвестно, что будет в дальнейшем с оценкой влияния трубопровода. Но трубопровод простроен, не втекла достаточно долго. Но при этом на местном движении, вот как я уже говорила, произошло вот это расширение репертуара, то есть другие племена коренных народов стали выступать против строительства трубопровода в других местах, с ними пытали проводить более детальные консультации. Вот. И точно так же здесь вот в коме на другие, значит, на климат переключения и на полигоны, то есть расширение репертуара. Если вот мы смотрим, как отдалось на другие уровни управления. То есть, как я уже говорила, в Северной Дакоте, то есть движение Северной Дакоты повлияло на национальный уровень, на федеральный, который провозгласил признание практическое свободного информированного и осознанного согласия плюс усиленных консультаций. Ну, а наоборот, законодательство, которое было принято в штате, было антипротестным и против любых вот этих вот инфраструктурных протестов. То есть, мы наблюдаем, во-первых, резонанс вот этого низового движения на разные уровни и диссонанс между самими уровнями. То есть, диссонанс между реакцией национального и регионального уровня, ну, хотя и то, и то, и государства. Вот, точно так же у нас получился резонанс и диссонанс на уровне движения КОМИ. То есть, госструктуры по-прежнему давят на гражданское общество и то законодательство, которое принимается на федеральном уровне, практически ну, дисэмпауэмит вызывает. То есть, ослабляет возможности сопротивления гражданского общества. Но на республике КОМИ все-таки прислушиваются к движению коренных народов и, как бы, есть такая конвергенция в интересах мониторинга разливов между госструктурами и движением. И движение практически не подавляется. То есть, комитет спасения Печоры многие годы живет и продолжает жить. Ну, пока нет такого закона об инагентах, который позволило называть ими тех, кто не зарегистрирован, но они действуют достаточно свободно. Ну, в заключение я хочу сказать, что вот так вот мое исследование показало, общественное движение даже если они не изменили практики ресурсодобывающих компаниях на местах, то это не значит, что у них не было сильного влияния на управление природными ресурсами на разных уровнях. То есть, я как раз и акцентировала свое внимание на том, как изменилось вот это взаимоотношение между акторами и законодательства и политика в отношении добычи природных ресурсов на разных уровнях управления. Если же вернуться немножко к Хагарту, то есть, всегда, когда мы говорим о властных отношениях, то часто наблюдается некоторая амбивалентность этой власти. То есть, одновременно, если мы говорим о власти, то она может быть для одних акторов одновременно для, а для других она может быть над. Вот если мы посмотрим по Хагарту на Северную Дакоту, то власть здесь явно действует для компании и при этом над общественными движениями. Но если мы посмотрим США на федеральном уровне, то практически власть декларирует о том, что она в настоящее время действует для коренных народов, хотя, естественно, заинтересована в строительстве инфраструктурных проектов и при этом компонент НАТО тоже присутствует. В России на федеральном уровне практически активно идет декларация власти над гражданским обществом и в пользу экономического развития, какое бы оно ни было. А в КОМИ в некоторой степени власть действует для местных жителей, но и для компаний. То есть здесь обмевалентность наблюдается как бы для-для. Вот. Все. Спасибо за внимание. Здравствуйте. Спасибо большое, Мария. Действительно, очень интересный кейс. Я так, мне кажется, я немножко не поняла в конце. Я правильно как бы осознала, что и в одной и в другой стране в принципе результаты были одни и те же. То есть и построили турбопровод, ну то есть везде проекты промышленные состоялись в итоге. Да. То есть результаты были одинаковые по сути. То есть и там, и там, только с разными нюансами. То есть разные были результаты и тонансы, вот, но практически движения не добились того, чего хотели. Хотя эта история еще не закончена. То есть практически борьба-то продолжается, суды идут, и активность идет, и поэтому все может измениться, но на момент окончания моего исследования вот так, да. Понятно. Тогда у меня второй вопрос. Вы слегка затронули тоже тематику экспертного сообщества, то есть экспертов, которые участвовали в этих кейсах, да, то может быть вам известно на текущий момент или по очень предварительным материалам вот влияние различных экспертиз, то есть технологические экспертизы, может быть в США это и плайт антропологи. Вот было ли присутствие экспертного сообщества в этих процессах и какой резонанс был в разных контекстах и был ли вообще какой-то? Нет, ну там, конечно же, для того, чтобы получить разрешение на строительство трубопровода, то есть там масса разных федеральных агентств, которые проводят оценку, там АМИ, Co-Engineers, например, вот, и, естественно, там проводили Environmental Impact Assessment, что, в общем-то, является АВОСом, вот, и просто вот в суде удалось оспорить это решение, сейчас АМИ, Co-Engineers проводят новое влияние, новую оценку влияния на оценку, включающую более детальную оценку рисков. Ну, естественно, в основном, конечно же, все обращения в ООН и делали эксперты, вот, и эксперты же на них и отвечали, то есть они же помогали племени как бы вот создать эти прецеденты и написать эти жалобы, и вот я как раз вместе со своими коллегами, с которыми мы писали статью, брала интервью у как раз представителя Международного Совета племен и у тех экспертов, которые приезжали в связи с жалобами в комиссию ООН на места. То есть одна из наших соавторов, как раз тоже коренная скола Варвара Коркина, она участвовала как раз в этой комиссии, так что у нас еще практически получилось с помощью нашего соавтора участвующее наблюдение, при котором она в составе комиссии ездила туда в племя и они собирали вот эти жалобы тестимонис, которые потом можно было анализировать. То есть ну вот той экологической экспертизы, которая у нас проводится в России и в Якутии, в Штатах нету, но там вот Environmental Impact Assessment включает Social Impact Assessment. Вот. И то есть практически они, конечно, не совсем идентичны, но вполне даже похожи. И эта практика вообще-то всегда существовала. Другое дело, что она может делаться поверхностно, там много нюансов, эксперты бывают разными, некоторые работают в большей степени в пользу компании, некоторые в пользу сообществ. То есть нельзя сказать, что вот эти всякие экспертизы Environmental Effect Assessment Reports, нельзя сказать, что они всегда объективно или качественно сделаны. Вот у нас был, например, специальный курс, который проходил в Рамапо колледже, и там планировалось строительство такой станции по измерению грузов рядом с колледжем. И у нас там, соответственно, был настоящий эксперт, который делал Environmental Impact Assessment, а параллельно группа студентов в рамках курса тоже делала вот этот же Environmental Impact Assessment. Ну, и тот, и другой, в общем-то, заключили о том, что нельзя строить вот эту станцию, но при этом, если посмотреть на работу студентов, которые работали в течение всего семестра, то это получилось намного глубже и намного более обоснованно, без всяких штампов, а вот в том документе, который создал эксперт, были в основном переписки из других аналогичных случаев. Вот, поэтому как раз в связи с этим у меня нет такого доверия к Environmental Impact Assessment в США, ну, такого безусловного доверия. Но я думаю, что сейчас, когда все внимание приковано к работе Army Cops of Engineers, то уже не удастся сделать это поверхностно. То есть, я правильно поняла, что так же, как и в России не существует единого федерального стандарта этнологической экспертизы, точно так же и в США не существует единого стандарта по Environmental Impact Assessment? Нет, там существует единый стандарт, только там нету этнологической экспертизы, но есть Social Impact Assessment и внимание, конечно же, к коренным народам очень велико, а так стандарт есть. Тогда каким образом работа эксперта отличалась от работы студентов? Они были разные, как вы говорите? Нет, они были по одинаковой схеме, по одинаковому стандарту, только они сделаны глубоко и тщательно, как исследование. А другое было, ну, закатали, да. Спасибо большое, очень интересно, просто очень. Спасибо. Всегда рада. Спасибо большое, Мария. Перехватите к нам еще. Спасибо. Спасибо.